Тот день, когда университет полнится студентами. Даже во время каникул. Горецкая сельхозакадемия на выходных собрала в гостях студентов 23 вузов со всей Беларуси. К нам приехали представители того же Беларусского государства университета, где факультетов гораздо больше, даже чем у нас. Приехали из Бугуира ребята. Они, естественно, специалисты в области IT-технологий. Это тоже очень интересно и надо использовать. А как использовать решается на месте. В рамках двухдневного форума студенты провели научно-практическую конференцию, презентовали несколько бизнес-проектов, поделились опытом самоуправления в вузах. За что и получили поддержку даже не преподавателей, полноправных коллег на высшем уровне. Лучшие идеи уже на рассмотрении в Министерстве образования. На уровне министерства мы будем не просто поддерживать, а будем реально помогать в реализации их. Потому что таким образом мы сможем трансформировать в нужном направлении нашу социальную студенческую среду. Делу время потехи час. Пока одни сражались за продвижение высоких идей, другие показывали мастерство в спорте. Борьба между студентами переросла в межвузовскую. Оттого, пожалуй, стало еще интереснее. На самом деле кажется, что просто бороться. На самом деле это очень много хитростей своих. Это не простой вид спорта, так как есть много своих техник разных. Завершился масштабный студенческий праздник грандиозным галоконцертом. Народные танцы, рэп и эстрада. Этим ребятам есть что показать не только коллегам по узовской партии. Миру. Я обожаю сцену. Сцена это мое. Я готова отдаваться полностью музыке. Студенты занимаются творчеством во время сессии, вместо сессии и, конечно же, на каникулах. Два дня, безусловно, мало. Я желаю всем студентам, чтобы в следующий раз этот праздник был бесконечно. Все зимние вакации. Сертификаты участников праздника, дипломы победителей спортивных соревнований, а главное – радость общения и полезные контакты увезли с собой участники форума. Разумеется, чтобы в следующем году встретиться вновь. Сергей Козлович, Василий Кузьмич. Наше утро.